В канун первого соревновательного дня второго этапа Кубка мира по масс-рестлингу в Турции сборная России посетила место силы об уголке Якутии в Стамбуле. Смотрите в материале моей коллеги Айсены Бурнашовой. Мы находимся в районе Халича у Золотого Рога в парке Нелюфар. И, пожалуй, именно это место в Стамбуле можно назвать самым сакральным для якутян. Еще в 2017 году здесь был установлен наш якутский Сергея. Урой! Айху! Урой! Айху! 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 Живой на следе предков на турецкой земле. Символическая канавязь появилась здесь в знак дружбы и сотрудничества между Стамбулом и столицей Якутии в рамках Дней Якутска. Для проживающих в Турции якутян Сергея стал не просто связью с родиной, но и особым местом силы. Сергея представляет нашу культуру. На самом деле в этом красивейшем и, возможно, даже в одном из центральных городов мира. Это место тоже выбиралось не просто так. Сюда приезжал человек до мероприятий Дней Якутска. Они выбирали место, выбирали по энергии, что подходит. То есть это не просто так стоит. Сергей как символ народного духа, связующий нити между поколениями. Перед стартом важных соревнований масс-рестлеры также не упустили возможности получить благословление у высших божеств. Всегда мы должны преклоняться нашим предкам, где будут происходить какие-то большие события, чтобы всё в этом месте прошло удачно, всё было только благополучно и чтобы наши предки и наши духи всегда нас оберегали. Первый соревновательный день стартует 18 сентября. С 9 утра до 6 вечера пройдут поединки в четырёх весовых категориях для мужчин и в трёх для женщин. Каждый масс-рестлер намерен выйти с помоста победителем. В российской сборной 27 спортсменов. Всего же второй этап Кубка мира объединил около 150 масс-рестлеров из 12 стран. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Стамбул, Турция.